коллеги привет мои хорошие у меня сегодня второй день я два через два работаю я сегодня пораньше ну заварил деталь и у меня свободное время часа два-три осталось я вот решил записать видео да я соорудил новый светофильтр для съемки именно сварочного процесса сейчас поварю видите у меня уже готова горелочка значит поварю и посмотрите напишите пожалуйста в комментариях как вам как видно все зацените пожалуйста мне очень важно от вас обратную связь получить да еще пару слов скажу перед сваркой да парни хочу дать пару парочку дельных советов парочку дельных советов вот очень много комментариев коллеги вы пишете что у вас когда вы варите полуавтоматом в основном это бытовые полуавтоматы получается большой валик да коллеги первая и самая главная ошибка потому что большинство начинающих начинают варить полуавтоматом как электродом да вот зажигают и ведут вот так углом назад да это самая первая главная ошибка полуавтоматом варят углом вперед в 95 процентов случаев я варю углом назад только когда нет возможности горелку поставить углом вперед да бывают такие детали что никак никак ее не поставить чтобы углом вперед варить приходится варить углом назад ну вот это трехфазный 500 амперный полуавтомат и можно варить углом назад но бытовым бытовым вот так варить не надо парни поэтому у вас наваливает большой валик это самая первая и самая главная ошибка да парни и еще одна ошибка не бойтесь ставить больше диаметр проволоки не бойтесь ничего страшного в этом нет чем тоньше проволока тем сложнее с ней с ней работать вот у меня вот здесь стоит 16 диаметр проволоки сейчас я и кстати попробую поварить вот большинство из вас покупают бытовые полуавтомат до до гаража для дома и начинают варить проволокой 0808 проволока я и варил своей практике только знаете что вот мы кузовные работы там одному мужику я помогал он волга еще старая волга 24 са сгнила и мы там короба меняли и вот этим 08 проволокой мы варили и там очень мало как таковой сварки там в основном было знаете точечная он там засверливает сверлышком я брынь как . получается как заводская . да вот а так чтобы варить металлоконструкции проволокой 08 это ну очень сложно даже опытному сварщику меняйте проволоку на один миллиметр вам будет гораздо проще гораздо проще вот просто попробуйте вы сразу поймете разницу чем больше сечения проволоки тем легче с ней работать запомните это парни надеюсь я вам дельные советы даю парни я пол жизни на полуавтоматах я знаю о чем я говорю так дальше вот у меня как я уже сказал раньше здесь 1.6 диаметр проволоки да вот у меня металл три миллиметра три миллиметра мы варим в основном двадцатка тридцатка 80 миллиметров у нас максимальная толщина металла до проволока 16 и вот мне самому стало интересно в троечку металл поварить проволокой 1.6 что с этого получится давайте коллеги я сейчас фильтр поставлю вы кстати зацените наш фильтр да напишите в комментариях я уже говорил об этом и давайте поварим посмотрим что у нас получится не получится заварить давайте так парни ну давайте проволока 16 металл тройка варим варим да инс тройка варим г 말 1 варим первый так парни ну вот смотрите видите вот давайте я вам поближе шовчик покажу вот такой результат ну как парни видели как вам кстати светофильтр как видно нормально сварку я думаю нормально потому что светофильтр очень недешевый я не буду говорить что за светофильтр но он очень дорогой смотрите видите 3 миллиметра металл я его спокойно проволока 16 заварил спокойно без всяких проблем а вы 08 ставите и мучаетесь у вас валики большие получаются повышайте повышайте вашу компетентность миллиметр я вот на производстве даже миллиметровая проволока я ее ненавижу я ее ненавижу мне вот на прошлой работе давали нержавейку как я измучился я просил купить 1 и 2 нет заложено миллиметр и все я умахался вот 12 проволока уже для производства самое то миллиметр это будет будешь мучиться полдня понимаете в чем дело еще вам 11 лайфхак скажу парни коллеги смотрите когда у вас длинные швы длинные швы но здесь где-то полметра да у меня бывают швы полтора метра вот надо его сплошным варить я всегда буду горелку тащить тянуть горелку гораздо легче чем нежели ее толкать понимаете когда мы толкаем горелку вот какой-нибудь брызгачка прилипнет к металлу горелка раз и уперлась видите в брызгу и она все дальше не идет а если мы ее будем тащить она просто через брызгачу через эту брызгу перескочит и поедет дальше поэтому и когда у меня есть возможность я всегда тяну горелку вот так ставлю немножечко углом вперед и вот так вот варим тянуть ее в разы проще нежели толкать ну что мои хорошие я надеюсь я вам был полезен да если так устал за эти два дня самый большой молоток варю у нас полтинник самый большой бывает редко вот мы его два дня варим там вот такие вот разделки вот такие вот заливаешь заливаешь бесконечно парни давайте подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм канал оставляйте комментарии всем пока увидимся в следующем видео и и и и и и и и